Долгожданное новоселье. В рамках инвестпроекта на Токмакова 49 заедут 7 обманутых дольщиков. В центре внимания Лавянинский район. Проблемы в его поселениях схожи. Это отопление, дороги, освещение, ремонт соцобъектов. Арт-выставка достижений. Работники культуры принимают поздравления с профессиональным праздником. Рабочую поездку глава региона Александр Осипов начал с осмотра единственной котельной в поселке Калангуй Оловянинского района. Предприниматель Ольга Кострюкова, который содержит эту котельную, пожаловалась на устаревшее оборудование. Кроме этого, большая часть населения не оплачивает потребительские услуги. Как итог, сложилась тяжелая финансовая ситуация. Денег не хватает не только на модернизацию, но и на формирование достаточного запаса угля. У вас какая собираемость? 70% примерно. А что не получается больше? А потому что в основном в жилфонде живут люди пьющие, неплатежеспособные. Ну, не в основном. Что значит, неплатежеспособные? Ну, взять нечего. Нигде не работают, занимают, пользуются такими услугами, не оплачивают. После посещения котельной Александр Осипов встретился с местными жителями, которые рассказали о проблемах поселения. Это отсутствие дорог и тротуаров и нехватка освещения на улицах. Калангуйцы также отметили, что школа, в которой проходила встреча, требует капитального ремонта. С 1959 года здание практически не ремонтировалось. Кроме того, что протекает крыша, прогнили потолочные перекрытия, отваливается штукатурка, нет спортивной площадки и неблагоустроен двор, пришел в непригодность спортзал, который, по словам жителей, был недавно отремонтирован. Очень плохо сделали ремонт, некачественно, пол поднялся, вот так вздыбился весь, обналичники оторвались. Обманутые подрядчиком жители по совету главы региона намерены обращаться в правоохранительные органы. Вторая точка – Золотореченск. Для местных школьников Александр Осипов провел открытый урок о присвоении чите звания «Город трудовой доблести». Он рассказал о большом вкладе, который внесли забайкальцы в победу в Великой Отечественной войне. После урока глава региона встретился с жителями поселка. Они пожаловались ему на высокие тарифы и большие задолженности за коммунальные услуги, которые населению оказывает предприятие «Заптек». Кроме этого, золотореченцы отметили, что в поселке нет дома культуры. Сейчас его подобие находится в квартире пятиэтажного дома. Волнуют забайкальцев и капитальный ремонт детского сада. Построили его еще в 1980 году и то, как временный. С этого периода он так и ни разу не ремонтировался. Добраться до больницы, которая находится в Ясногорске – тоже большая проблема. В поселении нет скорой помощи. Если случится вечером, особенно какие-то у вас неполадки со здоровьем, надо только на себя рассчитывать. Просто-напросто никто не решит за вас проблемы. Это надо нанять частный транспорт, потому что автобус у нас ходит один раз. С этими и другими проблемами губернатор поручил разобраться не только местным властям, но и министрам Забайкальского края. Поселок Ясное. Там Александр Осипов проверил качество ремонтных работ в Доме культуры. В рамках нацпроекта «Культура» в здании 1940 года постройки отремонтировали крышу и сделали косметический ремонт. Благодаря программе в ДК организовали художественную галерею, где представлены победители международных конкурсов жителей поселка Ясное. Сейчас в местном клубе работает пять человек – один художественный руководитель, два культурных организатора и один звукооператор. В селе Анонск в прошлом году началось строительство сельскохозяйственного кооператива «Оловянинский». Сейчас идет монтаж оборудования. После завершения стройки руководители предприятия планируют производить убой крупнорогатого скота и овец, а также открыть цех по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов. Рабочую поездку глава региона завершил совещанием по социально-экономическому развитию Оловянинского района. Первостепенная задача, по словам Александра Осипова, создать рабочие места и сформировать достойную заработную плату. Анна Бородина, Анатолий Тюльнев, Максим Лобачев, РТК «Забайкалье». О планах на предстоящий аграрный сезон сегодня журналистам рассказал Денис Бочкарев. По словам министра сельского хозяйства, в этом году планируется увеличить посевную площадь на 10%. Это примерно на 25 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Финансирование сельхозпроизводителей началось буквально в конце прошлой недели. Для этого из краевого бюджета была выделена погектарная субсидия – 154 миллиона рублей. Учитывая, что в прошлом году было много обращений, что ставку на РАПС надо немножко снизить, мы пошли людям навстречу. Комиссионно рассмотрели этот вопрос. У нас в этом году ставка на РАПС 720 рублей. На зерновую общая ставка 1000 рублей. Напомню, что в прошлом году она была 1300 и 1300. Также руководитель аграрного регионального ведомства сообщил журналистам, что в России на 20% подорожали минеральные удобрения. Этот вопрос по инициативе Минсельхоза сейчас находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы. Если говорить о удобрениях, то мы сегодня закупили их немногим меньше, чем в прошлом году. Собственно, по причинам, которые я назвал выше. Но в ближайших планах мы в целом закупим порядка 6000 тонн. Также Денис Бочкарев добавил, что в этом году увеличилось количество страхований посевов. Если в прошлом году было застраховано 56 хозяйств на площади 99 тысяч гектаров, то в этом году на 25 тысяч больше. Напомним, посевная кампания стартует уже в конце следующего месяца. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье». В Забайкалье зафиксирован первый в этом году лесной пожар. В Акшинском районе загорелось около 25 гектаров. Виновник возгорания уже выявлен. В зависимости от причиненного ущерба он понесет соответствующее наказание. Напомним, согласно статье 261 УК РФ, уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от навода двух лет, либо обязательными работами. При обнаружении лесного или степного пожара звоните по единому телефону лесной охраны 8 800 100 94 00 и в региональную диспетчерскую службу 20 22 07. Сегодня депутаты Заксобрания приняли в первом чтении законопроект о предоставлении внеочередных мест в детские сады. Напомним, подобная льгота действует у военнослужащих, силовых структур, пожарных и других категорий льготников. Парламентарии предложили включить в этот список из-за байкальских медиков первичного звена. Это поможет не только закрепить на местах, но и привлечь в регион новых специалистов, считают разработчики. В Забайкалье восстанавливают последствия урагана, который 15 марта повредил кровлю и крыши сотен жилых домов и социальных объектов. По заявлению заместителя председателя правительства региона Андрея Гурулева, без помощи восстановления не останется никто. Стихии были повреждены 236 жилых зданий, 62 учебных учреждения, 33 детских сада, 25 учреждений культуры. Общая сумма оценивается предварительно практически в 55 миллионов рублей. Комиссии Минжикахар-регион работают на местах, чтобы точно оценить ущерб по каждому объекту. На части социальных объектов уже начались восстановительные работы. Льготным категориям забайкальцев компенсируют оплату жилищно-коммунальных услуг. На эти цели выделено 102 миллиона рублей. Ежегодно данную субсидию оформляет более 70 тысяч забайкальцев. Это ветераны, инвалиды, жители края, пострадавшие в результате техногенных катастроф. Поголовье северных оленей в Каларском районе по данным статистики на 1 января наступившего года составило 4350 особей. Это на 300 голов выше показателя начала 2020 года. Почти все поголовье находится в сельхозорганизациях, общинах малочисленных народов севера. Лишь 80 оленей числятся в хозяйствах населения. Увеличивать поголовье помогает ежегодное предоставление субсидий на развитие северного оленеводства. В прошлом году для этих целей с федерального и краевого бюджетов шести общинам направлены денежные средства в размере 3 миллионов рублей. Правительство края активно поддерживает обманутых дольщиков. В их интересах в рамках регионального закона реализуется инвестиционный проект, суть которого заключается в предоставлении строительным компаниям участка земли без торгов взамен на 10% жилых квадратных метров. По этому проекту построен уже второй дом на улице Токмакова. В этой новостройке пострадавшим соинвесторам выделено 7 квартир. На сегодняшний день в соответствующем фонде Забайкальского края находится 20 квартир. Мы имеем 6 соинвесторов, которые официально признаны соответствующими критериями и нуждающимися в мерах поддержки. Но вместе с тем на сегодняшний день уже находится на согласовании с законопроектом о расширении критериев. То есть мы планируем, что еще порядка 20-24 соинвесторов в ближайшее время подадут соответствующие заявления, документы. И в установленном порядке будут признаны таковыми. Жилье для обманутых дольщиков сегодня осмотрел губернатор края Александр Осипов. Выделенные квартиры разные по площади, поскольку предоставляются в зависимости от того, какую сумму дольщик успел отдать ненадежным застройщикам. Конкретно на этом доме получили 346 квадратных метров, то есть 7 квартир получили. Сколько одна, сколько двух квартир? Ну, по однокомнатному, в основном, 4 квартиры получили, 1-2 комнаты, 3-3 комнаты здесь получили квартиру. До 2022 года на Токмаково по инвестиционному проекту будут построены еще 4 дома, в которых 1300 квадратных метров также будут распределяться между пострадавшими соинвесторами. В 2020 году помощь получили около 70 обманутых дольщиков. В списке пострадавших остались еще около 100 человек. В коррекционной школе открылся Центр дополнительного образования «Старт Плюс». новый Центр предназначен для детей с особыми возможностями здоровья, проживающих в Черновском районе. Кружки и секции уже доступны и для ребят из соседних школ номер 7, 4451, а также для тех, кто находится на домашнем и индивидуальном обучении. Мы с вами все понимаем, в уроках вы занимаетесь все по-разному. У кого-то получается, да? Да. А у кого-то не получается, есть трудности, но вы, конечно же, стараетесь. А вот когда вы приходите на кружок, вы все становитесь успешными. У вас у всех получается, так это? Да. Главная задача педагогов Центра – помочь каждому ребенку раскрыть скрытые потенциалы. Об уроках можно забыть. Здесь место только для творческой реализации. Более того, возможности Центра позволяют сегодня подготовить детей и к взрослой самостоятельной жизни. Мальчишек обращаться с инструментом, девочек заниматься домом и вкусно готовить. В данном Центре дети приобретут новую специальность, научатся новому ремеслу, которое в дальнейшем поможет адаптироваться им в жизни, приобрести новые специальности, поучаствовать во всех конкурсах, показать себя, раскрыть свои таланты и возможности. Благодаря национальному проекту образования в Черновской школе-интернате прошла модернизация инфраструктуры, были оснащены мастерские, всем необходимым оборудованы кабинеты. Дарья Пьяникова при содействии Пресс-службы Министерства образования и науки Забайкальского края. Еще на входе Забайкальской краевой филармонии приглашенных встречали песнями и танцами. Сегодня творческие коллективы региона выкладывались на 100%. Масштабный номер подготовили студенты хореографического отделения Забайкальского краевого училища культуры. Первой частью расширенной коллегии Министерства культуры Забайкальского края стало знакомство с арт-выставкой «Культура достижений». 19 самых творческих учреждений Минкульта региона подготовили тематические площадки о своей работе. Театры, библиотеки, музеи, клуб военно-исторической реконструкции, учебное заведение. Забайкальская государственная кинокомпания презентовала в том числе региональный телеканал «Забайкалье». На площадке работали камера и открытый микрофон. Все желающие могли попробовать себя в деле телевизионной журналистики. Итак, вам досталось прочесть стихотворение этого задания, верно? Да. Пожалуйста. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, так искренне, так нежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил. Немножко забыла. Интрига. Классический прием на телевидении. Спасибо вам. Дина Черникова – профессиональная актриса из поселка Агинская. Играть на сцене для нее дело привычное, но вот камера – несколько иное. Мне очень понравилось. Для меня это новое. И хотелось что-то попробовать. Ну, всегда мечтала быть ведущей и попробовала в этом образе. Попробовать себя в роли репортера сегодня удалось и губернатору региона Александру Осипову. Срочное задание редакции. Через две минуты прямой эфир. Опишите происходящее вокруг выставку «День работников культуры». Как бы это сделал профессиональный журналист? Что, где, когда? Пожалуйста. Мы сегодня находимся на коллегии Министерства культуры. Собрались все лучшие представители культуры, деятели культуры Забайкальского края. Много ярких эмоций, счастливых лиц. Театры, коллективы показывают все, что они могут. Ребята, приходите все. Все будут рады. Будете полны эмоций, впечатлений. Нестандартный формат расширенной коллегии диктует время. Меняется общество, условия и культура должна меняться, применяя новые технологии и направления возможностей. Министр культуры Ирина Левкович отметила, что необходимо трансформироваться под современность. В первом полугодии 2021-го необходимо сформировать региональную стратегию развития культуры и искусства. Для работников культуры и для культуры Забайкальского края это главный праздник. Праздник тех людей, которые как раз и есть та самая культура Забайкальского края, которая сегодня выполняет огромную задачу, великую национальную цель и миссию в формате государственной культурной политики. Поэтому сегодня наша задача открыться к людям, открыться ко всему лучшему, хорошему и новому. Потому что когда, как не в этот праздник, мы можем показать себя, показать все свои достижения, все свои возможности, показать, что мы есть и мы готовы к смелым совершениям. Одно из них сегодня презентовали. Это единый информационный ресурс, медийная площадка, где будет размещаться вся информация о культуре Забайкалья, рабочее название «Культура 75» или «Культура ЗАП». По итогам 2020-го отраслью выполнены все поставленные задачи, за исключением увеличения посещаемости учреждений культуры из-за ограничительных мероприятий. Однако это дало стимул к развитию работы через онлайн-форматы. Задача на этот год – привлечь к культурным событиям региона 9,8 миллиона человек. Программа «Коллегии» рассчитана на два дня. Подробный материал смотрите на наших ресурсах завтра, 25 марта. Двера Садулина, Константин Васильев, РТК Забайкалье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова